Сегодня 25-летие отмечает Государственный совет Чувашии. Депутатов первого созыва, нового тогда для республики высшего законодательного органа, избрали в 1994 году. Больше 25 лет назад началось формирование новой страны Российской Федерации и соответственно новых органов государственной власти. На смену Верховному совету Чувашской АССР приходит Государственный совет Чувашской республики. Выборы первых депутатов Государственного совета назначили на 13 марта 1994 года. Однако сформировать парламент оказалось непросто. 1994 год. Это распад СССР. Изменение социально-экономической формации, как мы говорим. Безработица, безденежье. И люди разуверились. Депутаты, надо прямо сказать, честно признаться. И никого ни во что не верили. И соответственно активность избирателей была очень низкой. Понадобилось 7 туров выборов, прежде чем свои места заняли 47 народных избранников, разных по личным и политическим взглядам, по возрасту и опыту. И 21 июня 1994 года Государственный совет республики приступил к исполнению своих конституционных полномочий. Документы первой сессии хранятся в Государственном архиве современной истории Чувашской республики. Первое и самое такое знаковое – это протокол заседания первой сессии Государственного совета Чувашской республики. Может быть он не настолько большой, но он является весьма знаковым, потому что именно с этого момента началась деятельность первого созыва. Тогда был принят регламент первой сессии. За 25 лет работы парламентарии приняли около 2000 законов. Сформировали бюджетное и налоговое законодательство, нормативные акты в сфере Государственного и Муниципального управления, социальной сфере, экологии и жилищной политики. Первым председателем был Валентин Шурчанов. Особо хотел бы сказать сердечное спасибо Песниковой Венере Абдрахману. Она самая первая депутат Госсовета, которая разработала закон о социальной защите работников, занятых на производстве и уничтожении химического оружия. И благодаря этому федеральному закону он до сих пор действует. Законотворчество – процесс бесконечный и, наверное, будет идти, пока существует само общество. Так, даже в праздничный день Госсовет Чуваш и Зак Собраний Кировской области подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Основное направление – совершенствование законодательства. Здесь у вас, в республике, предваряется в жизни много программ, которые сегодня у нас, ну, как-то, может быть, пробуксовывают. Вот, если говорить, то, наверное, самая главная сегодня тема – это обращение с нашими бытовыми отходами. У вас, я уже был на этом сортировочном предприятии, которое есть на Вачебоксарске, поэтому здесь у нас есть возможность перенять этот опыт. Подписанное соглашение дает нам большие возможности по совершенствованию, прежде всего, законотворческой работы, по обмену опытом между парламентами нашей республики и Кировской области. А самое главное, наверное, это на уровне уже субъектов федерации выработать такие вот направления, такие вот проблемные вопросы, что можно решить уже на уровне и Государственной Думы и направлять наши вот предложения для того, чтобы они решались. В честь 25-летия Госсовет Чувашии провел конкурс на освещение деятельности депутатского корпуса. Первое место в номинации «Лучший телевизионный материал» получила съемочная группа нашего телеканала. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.